Свыше двух тысяч мероприятий и 30 тысяч участников. Во Дворце творчества детей и молодежи подвели итоги седьмой региональной недели антикоррупционных инициатив. На этот раз тематическая семидневка затронула сферу образования. Удалось не все. К сожалению, в концепции была заложена основная мысль. Это поляризация профессии учителя и престиж педагога, как человека, которому чуждо и не свойственно такое явление, как участие в коррупционных процессах. Вот таких мероприятий было проведено крайне мало. В день подведения итогов на базе Дворца развернулись интерактивные площадки с презентацией тематических роликов и творческих работ участников антикоррупционных конкурсов. Среди них курсанты Ульяновского института гражданской авиации, которые стали победителями в одной из номинаций. Они четко обозначили свою позицию, взяток не дают и в будущем не примут. Все ребята – активисты антикоррупционного совета института. В рамках нашего института у нас проходил конкурс плакатов, в котором у нас ребята приняли очень активное участие. Были очень интересные работы. Еще был проведен опрос, тоже посвящен антикоррупционной теме, то есть на знание именно правовых норм. На заседании специальной общерегиональной коллегии ее участники обсудили вопросы повышения качества и прозрачности антикоррупционных действий. Подобные меры по профилактике взятничества в Ульяновской области ведутся давно. Однако в целом, как заключили эксперты, в сфере образования отсутствует единая практика антикоррупционных инициатив. Не обнадеживают и результаты социологического опроса, который проводится в регионе дважды в год. Так, анкетирование показало, по сравнению с прошлым годом, количество населения, которое считает, что эта отрасль самая коррумпированная увеличилась на 6%. В связи с этим впервые в области разработали специальный проект концепции антикоррупционного воспитания. Эта концепция предусматривает работу на всех уровнях образования, в том числе не только в предметной области, это и в системе дополнительного образования, в неурочной деятельности, воспитательной, в работе с родителями и педагогами, что тоже, наверное, немаловажно. Концепция выставлена на суд общественности. В течение лета планируется полностью доработать и утвердить проект, чтобы к новому учебному году внедрить его в практическую деятельность образовательных учреждений всех уровней. Ренат Алиулова, Данил Сурков. Новости Ульяновской правды.